31 июля Эдуард начал выходить из голода. Вес был 60 килограмм, язык обложен, сил нет и так далее, и так далее. Тем не менее, я посоветовал ему для того, чтобы нормально выходить из голода, необходимо очистить полость рта. Для этого используют корочка хлеба, желательно черства, и чеснок. Корочку хлеба чесночком натирают, потом ее в рот и тщательно жуют. Тщательно жуют до тех пор, пока она не превращается в воду. То есть, у нас за счет вот этого оживания, что происходит? Выделяется слюна, и эта слюна очищает от слизи ротовую полость. Естественно, потом все это надо выплюнуть, и так раза два-три. Что тут важно понимать? Это не переборщить чесноком. После голода все наши слизистые, такие нежные, и их можно легко сжечь. Лично я сжигал, и не один раз такое у меня бывало. Поэтому вас предупреждаю. Главное, чтобы запашок был, запашок был. Это уже достаточно для того, чтобы обеззараживалась ротовая полость. Плюс хорошо шла слюна, и шло очищение. Значит, что он сделал в 11.15? До этого он сходил в магазин, начал выходить на кефире. Одна-вторая стакана кефира, плюс мед. Первый раз, конечно, наедаешься. Вот первая еда после такого 27-дневного голодания. Это все эти вкусовые ощущения абсолютно какие-то новые, яркие. И он как раз вот пишет. Ничего вкуснее в жизни не кушал. Энергия сразу пошла вверх. Возрождаюсь, как птица Феникс, из пепла. Вот так вот и должно быть. Энергия прибывает. И далее пошел-пошел. Чеснок, кефир. Кефир полстакана. И примерно чайная ложечка меда. Мед желательно такой, жидкий. Далее он принимал травяной чай с медом. Ну, нормально. И уже в первый день, вот я смотрю, что он тут принимал. Кефир 1 литр почти допил, мне хватило. В кишках идет умеренное бурление, желудок норм. То есть, важно не переедать. Важно соблюдать вот эту вот меру. Мы не сдерживаем себя. А надо бы сдержать. Почему? Потому что организм потихонечку перестраивается на питание. Это не механизм, где рычаг переключил и начал голодать. Рычаг в другую сторону. И все, началось питание. Организм запускается медленно, плавно. И вот здесь очень важно соблюдать. Я об этом неоднократно предупреждаю Эдуарда. Умеренность, умеренность, умеренность. Не чистить. Это как раз послужит тому, что организм будет еще лучше продолжать расшлаковываться. То есть, голод еще будет более качественным. И, естественно, запустится пищеварение. Итак, я пишу. Что надо делать? Язык можно быстро сжечь чесноком. Завтра утром используйте его в два раза меньше. Число приемов чеснока тоже сократите в два раза. Зато перед приемом пищи корочку хлеба хорошенько пожуйте до состояния молока и выплюньте. Рот проплащите водой. Можно отваром ромашки и еда. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас в день было 4 приема еды. Не надо перегружать. Пищеварение все равно не работает. Это важно понимать. Сейчас больше работает вкус пищи. А вот прием пищи растягивается. Надо его растянуть, чтобы во рту все жидкое было. Завтра можно утром принять пол чайной ложки семян тмина. Проглотить неживая и запить. Это для того, чтобы все как-то начало там нормализоваться. Никакого брожения не было, ничего. Далее я ему пишу. Завтра сделайте 4 приема еды. Как вы сделали в первый раз? Ни в коем случае не увеличивайте количество сладкого. Пойдет на корм грибкам. Захочется пить нейтральный травяной чай. Можно ромашковый. Шиповник. Никаких мятных трав и чаев. Можно сгрызть одну морковку. Тщательным образом ее пережевать. Все медленно станет приходить в норму. Процесс чистки идет вовсю. Эдуард, не спешите. Все наберется. То, что вы потеряли. Через месяц-полтора. Эдуард пишет. Я пью, Иван, чай кипри с листьями смородины. Чабрец, мелиса, шиповник, можжевеловые яблоки. А мед тоже кормит грибку. Надо сократить кефир 4 раза в день. Я понял. Я говорю. Да, меда поменьше. Далее такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каким оливковым маслом можно смазывать тело? Рафинированным или нерафинированным? Я пишу. Лучше рафинированным. И сделать это на третий день выхода. Пока рановато. Но он говорит, хорошо. Второй день выхода. 1 августа. Спал хорошо. В области печени небольшая тяжесть. Всю ночь шла работа в организме. Утром энергии достаточно. Но немного. Вес 60. Остановился. Итак, он, значит, принимает черный тмин. Далее пошел в 10-10 хлеб, чеснок. Полоскание отваром ромашки. Энергия в теле стабильна на среднем уровне. Это хорошо. Душ. Очень важно делать душ. Прием душа как раз подзаряжает нас энергией. Особенно контрастный душ. Общее состояние хорошее. И это хорошо. Так, здесь он показывает язык. Что я ему дальше советую? После того, как первый раз сходите в туалет по большому, на следующий день перед сном вставить сливочную свечу в ванну с на ночь, масло сливочное заморозить и из него вырезать смезинец. Его ввести. То есть смезинец это форма такая. Если этого не делать, то в ампуле прямой кишки возникает сухость, что приводит к появлению гемороидальных шишек. А так этого можно избежать. Делать такие свечи через день, пока стул не наладится. Голод раскочегарил очистительные процессы и повернуть все вспять трудно. Да и не надо. Все должно естественно произойти. Питание такое же. Можно съесть три морковки. Чесноком осторожнее. Слизистую сжигает мгновенно. Постепенно все восстановится, но в ближайшей неделе будет вот такой это хорошо доделываемая работа. Эдуард пишет, я вас понял. Так, у нас все идет переписка. Я ему напоминаю, еще раз напоминаю. На три недели вперед. Никакой спешки на выходе. Организм занят совершенно иной работой. Пищу воспринимает плохо. Завалить едой, все равно затушить костер. Вывалив в пламя груду мокрых веток. Будет щадить ни туда, ни сюда. Стул может быть на третьи-пятые сутки. Уже на третьи-четвертые можно сделать свечи. Даже без стула. Если есть ванна, теплый душ, а ванна лучше, полежать минут 15, прогреть организм. Это можно делать так же через день. Далее я спрашиваю, а что со снами? Толком говорит, ничего особо не снится. Вместо чеснока Эдуард спрашивает, может имбирь помягче будет? Можно имбирь. Но так же все должно быть норма. Так, я ему говорю, все идет нормально. Как и должно быть. Задача не спешить. Итак, у нас 2 августа, третий день выхода. Спал удовлетворительно. Энергии немного, но достаточно. Набрал 50 граммов за сутки. Пьет чайок, хлеб, чеснок. Энергии маловато. На ветру покачивает. А гной изо рта валит. То есть очищение идет по полной программе. Организм еще и не повернул толком на то, чтобы усваивать пищу и еще не повернет. И это надо понимать. В 19.30 душ обливание холодной водой смазал тело оливковым маслом. Смазывание тела оливковым маслом это просто волшебство. Чудеса. Тело радуется и просит его. Сразу почувствовал себя человеком. Геннадий Петрович, еще раз вас благодарю. Если честно, я не ожидал такого эффекта. Вот это да. Кто бы мог подумать. А знаете почему происходит? Потому что вот все-таки на голоде кожа становится такая... сухая. То есть она перестает работать как проводник энергии. Потому что через кожу мы также получаем энергии. И вот когда она становится у нас опять нормальная, теплая, то энергетический подсос через нее идет довольно-таки хорошо. Плюс все это, вот этот вот массаж с маслом в тиране, он уравновешивает жизненный принцип ветра, который вот как раз на голоде, особенно на выходе из голода, стремится перевозбудиться. То есть образоваться сухость, холод. Естественно, энергия падает. И как только мы вытесняем все это, то естественно мы получаем ту энергию, которая должна у нас быть. То есть важно вытеснить сухость и холод. А для этого очень хорошо подходит вот такой вот массаж. Показывает язык. Ну и вот смотрите, различные возникают тут частности. Вот он пишет, помимо того, что тут идет очищение, низ живота немного вздулся. Низ живота немного вздулся. Это как раз и говорит о том, что начинает перевозбуждаться жизненный принцип ветра. Накапливаются в ампуле прямой кишки газы. Возникает сухость. Вот это все. И привет на голоде, вернее после голода мы получаем особенно вот на этой почве мы получаем самые неприятные последствия, осложнения. Поэтому я пишу. Низ живота вздулся. Завтра втереть в область поясницы оливковое масло. И на ночь обязательно вставить свечу со сливочным маслом. Съесть морковку в течение дня. Можно пару сладких яблок. Если свечу на нее вставите, вылезет геморрой. Тогда надо будет с ним решать проблемы. Если оливковое масло хорошо питается, нужно повторить. Это как раз говорит о том, что организм высох. Видите какие вещи. Кто бы мог подумать. Итак у нас 3 августа. Идет по прежнему очищение с утра. Делается прогулка, что очень хорошо. Далее принимается хлеб с чесноком. Кушает морковь одна штука. Яблоко одна штука. Настой шиповника с ягодами можжевельника. Боярышника мед. Главное не переедать. Я ему пишу. Видите как сложно настроить организм на очищение и целебную работу внутри себя самого. Настроили. Толкнули. Он начал набирать обороты. Теперь мы пытаемся его остановить. А он как состав с горки катится. Как ни в чем не бывало. Я думаю гланды придут в порядок. Серьезно организм над ними работает. Теперь можно творожок метком по 100 граммам утречкам и вечерком. Сделать рагу, полутушеные овощи, капуста, морковь, лучок и прочая зелень. Средняя порция. Если есть возможность по стакану в день яблочное свекольного сока. Это будет равно как прием пищи. После этого от туалета не отходить. Обладает таким прекрасным очищающим действием. Поэтому особенно открывает закупорки печени. И тут надо быть на чеку. 4 августа 5 день. Он согласно моему совету приготовил полутушеные овощи. Средняя порция. Отлично. Первый раз в жизни приготовил и попробовал. Жалко у меня нет возможности приготовить морковно-свекольный сок. Можно ли кушать свежий огурчик? Да можно конечно. 20.00 душ распарился насколько мог. Смазал тело оливковым маслом сказочно хорошо. То есть когда мы попадаем в уравновешивание жизненных принципов. Которые перевозбуждены. А в данном случае у нас так и норовит ветер выйти. Из-под контроля. Сразу у нас это чувствуется как хорошо. И та же энергия. И что интересно. Геморройная шишка. Она у меня еще на голоде вылезла. И до сих пор не уходит. Но не беспокоит. Не болит. Вдруг успокоилась. Сдулась. Уменьшилась. И почти исчезла. Да потому что мы применили то что ее дуло. То есть мы уменьшили сухость и холод в организме. И все. Вот так то. Шестой день выхода. 5.00 августа. Ночью трижды вставал чтобы выплюнуть слизь с гнойми кровью. Ну идет идет идет. Расшлаковка и очищение. То есть работа оздоровительно идет. Это вот прибавьте 27 суток от голодал. И еще у нас уже 6 суток. Это уже 33 дня. Все у нас идет 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 идет. Значит пьет отвар ромашки. Выпил смузи. Итак на шестой день. Правильно оформлен. Колбасообразно. Светло желтоватого цвета. Консистенции мягкого пластилина. Однородной массы. Без комочков. С запахом черного тмина. Пошел. Кал. Слизи не обнаружено. Ура. Мои радости нет предела. После стула энергия резко упала. Скажите пожалуйста можно и надо ли смазывать стопы львовым маслом. Я не смазывал. Потому что думал это может помешать рассасыванию уплотнений. Такие были мысли. Я отвечаю. Стопы смазывать. Иначе они могут потрескаться. Стол это хорошо. Свечи можно раз в 3-4 дня делать. Тело хорошо, чтобы увлажнялось. С едой сейчас очень важно себя сдерживать. Все идет нормально. Организм продолжает очистить на целительную работу. Причем идет более целительная. Этот процесс не надо сорвать. Загрузка едой. Организм не настроен еще на пищеварение. Итак следите за количеством еды. А с качеством у вас пока все норма. Стул хороший. Все переварилось. Ноги вполне нормальные. И вот на тебе пятого. Я сегодня кажется переел. Сейчас же в животе тяжело. Жую корочки хлеба. И выплю. Становится легче. Ну вот предупредал, предупредал, предупреждал. И все равно. Предостерегаю. Человек думает, что он уже вышел из голода. Но именно 2-3, а то и 4 неделя могут преподнести неприятные сюрпризы. Связанные с перееданием. Следите за количеством пищи за один раз. И общим количеством. Заранее отмерьте дозу. И сивы уходите подальше от стола и кухни. Это всем такая рекомендация. Ешьте тмин. Значит завтра сократите прием еды. При возможности больше ходите. 6 августа, 7 день выхода. Перед сном пищевод встал. Днем переел. Не пищевод встал. Пищевод это от рта до желудка. А желудочно-кишечный тракт у вас встал. Ночь была для меня сущим кошмаром. В животе стоял тяжелый ком еды. Принял черный тмин дважды. Перед сном и ночью. Стало легче. В животе заурчало. Пошло хоть какое-то движение. И сжога. Только под утро более-менее успокоилось. Это было похоже на последнее китайское предупреждение. Я потерял контроль над своим аппетитом. Тяжкий опыт. Я очень испугался и расстроился. Вы знаете, а я вот. У меня такое бывало там не один раз. И я не пугался и особо не расстраивался. Но отмечал для себя, что так делать не надо. Не надо. Уважай свой организм. Он еще не перешел на питание. Он еще продолжает исцелять себя и очищаться. Уважайте его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прогулочка. Еще слаб, но уже лучше. Ноги странно при шаге стали выше подниматься. Раньше такого не было. Хорошо расстраивает живот. В груди небольшой дискомфорт. Видимо от ночной изжоги. Потихоньку прихожу в себя от ночного кошмара. Вот не устраивайте себе вот эти кошмары. Начали голодать. Прекрасно поголодали. То-сё сделали. И теперь выходите потихонечку и наслаждайтесь здоровьем. Что ж вы кошмар себе устраиваете? То я им отвечаю. Мед отставить. Чеснок отставить. Жгучее остальное сократить. Это от меда и жгучего возникает изжога. То есть когда человек вот в таких нюансах не разбирается. Он может все что угодно там надумать себе изжога и так далее. Но я-то знаю, что изжога это перевозбуждение жизненного принципа желчи. От жгучего, от красного, от обработанного огнем. Вот. И как правило чеснок и вот мед. Лично у меня особенно мед. Приводили к тому, что возникала изжога. И вообще тут без голодания даже. Поэтому я с медком очень и очень осторожно. Вот. А так бы просто жесть была. Вот как важно знать действие продуктов на жизненные принципы. Если будет хотеться. Но 10 дней надо держаться от переедания. И еще надо больше, больше. Дней 30 держаться от переедания. Вообще надо контролировать себя. Я в том письме писал, что надо делать против жора. Вы почувствовали, какие опасности поджидает неискушенного человека на выходе. Одно дело голод до 7 дней. Все быстро приходит в норму. Ваш голод перетрухнул весь организм. Настроил его на очищение и уничтожение лишнего и вредного. Сейчас задача бездумным жеванием и наполнением желудка до отказа не навредить себе. То есть будьте разумны. Вся переписка основана на том контроль, контроль, контроль. Следите за собой, чтобы не навредить себе. Ну да, говорит, я постараюсь. Так, у нас 7 августа, 8 день выхода. Продолжает сплевывать гной с кровью. Энергии норм. Оливковое масло. Ножки ватные. Сегодня он на прогулке. Подвернул левую стопу на бордюры. А стопа тут же испружинила на место, как ни в чем не бывало. И никакой боли. Раньше бы прихватил, а тут связки стали эластичные и ведут себя по-другому. Да, голод. Расшлаковывают соединительную ткань, сухожилия. Они становятся более эластичными, более вот такими вот жизнеспособными. И их уже просто так не растянуть и не повредить. Вот как раз феномен этого мы и отметили с вами. Далее пишу, завтра можно две картошки отварные вместе с мундиром съесть. Можно масло, лучше топленое и немного. Девятый день выхода, 8 августа. Погода удовлетворительна. Энергии достаточно. Весь 63 300. Минус 500 грамм за сутки потерял. Потому что мало кушал. Нет. Потому что идет очистительно-оздоровительная работа. Прошел за 40 минут 5 километров. Хорошо. Погода замечательная. Настроение прекрасно. Так держать. Съел два небольших свежих огурчика. Никогда не кушал такой вкуснотищи. Зашло отлично. В животе очень комфортно, тепло и хорошо. Наелся норм. Я ему пишу. Процессы очищения идут и идут. И в этом сложность выхода на больших сроках. С одной стороны, их не надо резко обрывать. Да они не оборвутся. С другой стороны, надо потихоньку запускать кишечник. А он тоже штука инертна и входит постепенно. Чуть перегруз, он в отказ. И может быть отравление съеденным. Тяжесть ощущали? Поэтому и вес не растет. Организм наводит порядок и выводит лишнее. Лимфоциты активны, как никогда. Вот этот гной, работа лимфоцитом, они убивают, разлагают. И в виде гноя выводят разного рода заразу. Я думаю, еще дней 5 будет активная фаза. Но самочувствие и силы уже пребывают. И это хорошо. К уже добавленному можно съесть одно куриное яйцо. Лучше отварное. Но всмятку. Поняли? Можно сделать салат из огурцов, свежей капусты, лучка. Чуть маслица и покушать вдоволь. Все свежее, как вода. Проскользнет быстро. Не переедать. Спасибо, Петрович, за информацию и советы по питанию. Видите, сколько надо знать. Не то, чтобы про голод, а про питание, про другие процедуры. Вообще, очень широкий спектр знаний должен быть у человека, чтобы нормально, пользуясь для себя, провести длительное голодание. Итак, 9 августа, 10 день выхода. Сон прошел. Энергии вагон. По ощущению, будто спал всю ночь и выспался. Хотя спал полтора часа. В области печени тяжесть. В области правой гланды кол, который мешает глотать слюну. Будто там идет воспалительный процесс. Тело вибрирует. Очень хотелось кушать. Вес пока не растет, стоит. Стоит на одном месте. Хлеб, ромашка, чабрец, творог. 250 грамм со сметаной. Хорошо. Сразу перистальтика заработала. Активизировалась. Пошло движение в кишках. 15-30 стул. Вышел результат переедания в среду. Кал в виде плотного пластилина. Раздавит затруднительно. Без комочков, с запахом черного тмина. Еле выкакал. Чуть попок не развязался. Какое облегчение. Так вот смотрите. Вот это тоже не пойдет. Еле выкакал. Попок не развязался. Значит что надо сделать. Насиловать себя не надо. Тем более дуться. Это как раз ведет к тому, что у вас будет на выходе из голода. Либо трещина прямой кишки. Либо геморрой. А зачем они вам нужны. Поэтому если вы чувствуете, что у вас. Вот произошло. Каменюкой там стал стул. Что надо бы сделать. Надо сделать микроклизму. И возможно не одну, а несколько. И возможно даже сделать еще заключительную. Как бы сказать одну там с водой допустим. Ну не с водой, а лучше всего молочно-масляную. То есть 100 граммов молочка. Подогрели. Растворили там пол чайной ложечки масла сливочного. Вот. И только туда раз. Разок. Второй. Что это даст? Это даст следующее. В первую очередь у вас там все увлажнится. С это самое. Смажется. Это будет способствовать лучшему вот этому вот прохождению. Вот этого вот плотного комка стула. И вам меньше надо будет натуживаться. Это очень важно, чтобы вы не натуживались. В случае чего сделать несколько так. Чтобы она там за несколько раз. Как правило она конечно спрессуется и там. И вот так вот поступает. Для того, чтобы вы себе не порвали задний проход. Вот этим вот дельбиком. Который у вас появился обезвоженный. От того, что вы там переели. Вот это надо понимать. Как помогать себе. Как раз стул. Стул сильно обезвожен. Вообще это говорит о том, что идет перевозбуждение жизненного принципа ветра. Вот такой вот этот самый козьи катушки. Это как раз то, что оно и есть. Поэтому здесь надо чаще уже тогда использовать свечи из сливочного масла. То есть возможно делать и утром и вечером. Чтобы пока вот этого не было. Плюс пить побольше водички. Теплой. И обязательно принимать прогревающие ванны или души. Чтобы вам прогрели. А также после этого втирать в тело оливковое масло. Вот этот как раз знаете параметр со стулом. Он очень важный. Просто надо понимать на что надо обращать внимание. Для того, чтобы ориентироваться в своем состоянии самочувствия. И процессах, которые идут в ваш организме. И вот этот как раз козий стул. Показывает, что надо сейчас использовать больше различных средств. Которые бы вытесняли сухость и холод из организма. Итак, 9 августа, 10 день выхода. Я значит отвечаю по ходу письма, чтобы ничего не пропустить. Сейчас я по-другому стал отвечать. Час 30. Сплюнул гной с кровью. Идет очищение глант. Сон прошел. Энергии вагон. Спал всю ночь. Выспался. В области печени тяжесть. Я отвечаю. Печень сильно поражена была грибницей. Поэтому и чистка не удавалась. Там продолжается работа. Далее насчет глант. Я говорю, что гланты скорее всего первоисточник заразы. Закапсулировались и не сдаются. Потому идет там работа в виде воспалительного процесса. Ну а организм молодец. Борется. Это хорошо. Носоглотка была заражена. Отсюда и падение зрения. Дней через 20-30 зрение должно улучшиться. А в гландах еще кипит оздоровление. Чего никак нельзя было ожидать в обычной жизни. Идет операция без ножа. Хирург сам организм. Можно самостоятельно делать проминание живота руками. По часовой стрелке потихонечку разминайте. Минут 10 вполне нормально. Завтра сделайте кашу размажню. Что получится. Добавьте туда топленого масла. И в теплом виде съешьте. Напитки пейте в теплом виде. Листовые овощи, капуста и прочее слегка тушите. И ешьте в горячем виде. Это позволит избавиться от сухости и холода. И нормально, комфортно продолжить выход. После завтра можно съесть и теплый супчик. Либо барщичок. Спасибо, Эдуард. Говорит, сколько полезной информации. Информация не просто полезная, а уникальная. Дело в том, что никто так не работает. То есть люди не понимают, они думают, я голодаю, и вот она тут у меня там все само там работает. Нет. Там идут процессы, которые так или иначе себя проявляют. Так или иначе на них надо влиять для того, чтобы добиться идеальной работы организма на выходе из голода. Перед приемом пищи я обычно жую корочку хлеба до жидкости и выплю. Затем полощу рот водой, потом еще отвара в ромашке щабрецом. Полоскать можно, но не глотать. И у нас, значит, 10 августа, 11 день выхода. В области пупка напряжение, в кишках уплотнение. Это симптомы перевозбуждения жизненного принципа ветра. То есть там у нас возник остановка, закупорка у нас там, пробка возникла. Моча стала приятно пахнуть. Мне показалось даже медом. Стал массажировать уши. К своему удивлению, восторгу, обнаружил, что ушки у меня гнутся, как силиконовые. Ух, то хрящей совсем нет. Чудеса. Это хрящи. Как раз вот у нас хрящи. Они должны быть вот хрящами. А когда мы зашлаковали свой организм, они из хрящей превращаются в какие-то такие образования, которые уже не так гнутся, а больше становятся более жесткими. И вместо того, чтобы согнуться, они могут просто поломаться. Так, гной с кровью действительно стал меньше отходить. Весь день энергии норм. Настроение отличное. Так и должно быть. Так и должно быть. Далее ему сообщают. То, что съели сегодня, повторите завтра, ничего не пробавляйте. Как только кончатый тягной станете поправляться и энергетика увеличится с языком получше, вы стали гибче, не переедайте, творога хватит 150 граммов, употребить можно 2 яйца, хорошенько смажьте, промассируйте поясницу, живот, свечка на ночь. Ну, а так в 12-м дне выхода мы пока и остановимся. Продолжение следует.